Дмитрий Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот та ситуация, которая складывается во Франции, та ситуация, которая складывалась в Греции, они во многом похожи, и они во многом показывают то, что правительство и то, что сами демонстранты сталкиваются с теми же самыми проблемами. Палка о двух концах. С одной стороны, нужны экономические меры, с другой стороны, они все понимают, что без каких-то социальных провалов этого всего не получится. Такая ли безвыходная ситуация складывается? Ну, сложная ситуация. Во-первых, это наложение самого по себе структурного кризиса современного европейского капитализма на массу иных проблем. На проблему миграции, которая работает не особенно хочет, но хочет кушать. На работу людей, которые привыкли к тому, чтобы много отдыхать и много иметь праздников. Вот я в Брюсселе живу, у нас периодически какие-то постоянные праздники проходят. У нас наши дипломаты работают, потому что мы живем по российскому графику. А Брюссель и Париж постоянно отдыхают. У них постоянно какие-то каникулы. Очень плохо отказываться от праздников. Я бы тоже на демонстрацию, наверное, пошел. Ну, наверное, да. Я вот говорю сейчас, наверное, мои дипломаты меня слушают, наверное, мне это очень нравится. Ну и, конечно, проблема, безусловно, демографическая, потому что Европа страдает так называемым демографическим нулем белого человечества, то есть по одному ребенку в семье. В итоге получается, что работать некому, зато много пенсионеров. Особенно сейчас-то пенсию начинает выходить то поколение, которое активно рождалось на радости сразу после Второй мировой войны. Поэтому, на самом деле, ситуация тупиковая. Я не знаю, как бы себя вело бы правительство социалистов, например, левых в этой ситуации, которое фактически бы поддерживалось бы профсоюзами, но оно тоже было бы вынуждено идти на антипрофсоюзных лозунгах для того, чтобы просто закрыть ДРУ в пенсионном фонде. Это тупик. Действительно ли сейчас Брюссель не способен на какие-то шаги, которые пошли бы навстречу людям? Действительно, Европа же взорвется. Вы знаете, некоторые эксперты шепотом начинают говорить о необходимости девальвации валют. Потому что, кроме как просто обесценивания валюты, другого пути, вот многие, так сказать, такие ультракапиталисты не видят для того, чтобы просто погасить долги, которые накопились у правительств и даже у международных организаций. Но к чему это приведет? Ну, это тоже новый виток рейса. По сути, мы сейчас сталкиваемся с тем, что забрежевший вроде как, так сказать, на заре рассвет экономики сейчас вновь может погрузиться в массовые демонстрации, которые экономику не поднимут. Вот многие говорили, что, возможно, еще вторая, вторая какая-то очень жесткая волна кризиса. Мы, может быть, являемся ее сейчас свидетелями ее нарастания? Мы вообще с вами сейчас столкнемся с радикализацией политической Европы. Ведь, посмотрите, с одной стороны идет радикализация левого движения, профсоюзного движения. Многие массовые мероприятия, такие как заседание Большой Семерки или, скажем, какие-то крупные конференции, они сопровождаются приездом антиглобалистов. Это с одной стороны. С другой стороны идет фашизация правого спектра. Идет неадекватная реакция на нелегальную миграцию, с которой Европа тоже не может справиться. Их ложнопонятая толерантность, которая понималась как «я ничего не вижу, я вот иду, я ничего не вижу, не хочу на это смотреть». То есть не вмешиваться, а жить как бы рядом, теряя свой статус хозяина. И гости, так сказать, приобретают этот статус хозяина. В итоге получается, что реакция в политических движениях такова, что эти политические партии, вот так сказать, право-центр, они сдвигаются в ультраправо. А партия левого спектра, социалистическая, социал-демократическая, в ультралево. На самом деле тревожное будущее. Потому что если в будущем левыми будут только анархисты, троцкисты, так сказать, маоисты, а с правой стороны будут партии, которые сейчас уже дают о себе знать и в Германии, и в Нидерландах, то это раскачает европейскую спокойную жизнь. И действительно такие политические движения, они не только набирают обороты, но и набирают популярности среди простых людей? Очевидно, люди ждут простых ответов. Если власть не может дать таких простых ответов, то эти простые ответы будут даны на улице. Понятно, что в Европе в ближайший год ничего хорошего, наверное, не светит в связи с тем, что происходит сейчас и во Франции. Наверное, еще ситуация в Греции не до конца закончилась, она будет продолжаться, и где-то еще очаги будут возникать. Где, как вы думаете, еще в Европе возможны такие спорадические всплески агрессивности? Я вот не хочу быть такой дурной гадалкой, но эксперты, брюссельские эксперты, а мы общаемся, обсуждаем, естественно, военно-политические вопросы вместе с экономическими вопросами, потому что это приведет к ослаблению в целом защитных функций Европы. Говорят, что могут быть аналогичные проблемы и в таких странах, как Ирландия, в таких странах, как страны Романской Европы, то есть Испании, Португалии. Когда же мы задаем вопросы, а что с Восточной Европой, тогда наши экономические западные эксперты начнут просто смеяться, потому что они говорят, что эти-то вообще на дотации находятся, эти-то вообще полностью находятся в ручном управлении Брюсселя. Младые европейцы. Младые европейцы. Поэтому вот если Франция, Германия, столпы европейской цивилизации испытывают такие мощные проблемы, такое давление снизу, то, конечно, затрещать может вся основа нынешней политической современной Европы. Тем более, что в Восточной Европе все чаще происходят наводнения в связи с климатическими изменениями, все чаще им требуется помощь. Вот как вы считаете, в связи с тем, что будет ухудшаться, еще и продолжаться продолжаться вот это вот ухудшение экономической обстановки Европы. Будет ли это означать какой-то хороший знак для нас? Все-таки сближение позиции России и Евросоюза вот сегодня констатировали во Франции. Ну, вы знаете, некоторые шутят, говорят, что отношения между будущей Россией и будущей Европой будут напоминать отношения между Дедом Мазаем и Зайцами. То есть идет потоп европейский в прямом и переносном смысле. И, по сути дела, только огромные просторы России, Сибири с ее неисчерпаемыми ресурсами, с ее малыми людскими ресурсами. Это зона повышенного внимания всей западной цивилизации. И это, кстати говоря, то, что заставляет нас быть на страже, потому что полезут не только к нам с добрыми намерениями, не только поедут колонисты, сказать, работать, но и колонизаторы, которые попытаются и свою работу проводить тоже в Российской Федерации. Поэтому 21 век будет очень сложным веком. Для Европы прежде всего, но и для Российской Федерации, безусловно. И поэтому нужна точная и прочная система общей европейской безопасности. Совершенно верно. То, о чем шла речь в Давиле. А в Лиссабоне на саммите НАТО речь об этом пойдет? Вы знаете, саммит России и НАТО – это не какое-то кучкование отдельных людей, чиновников. Это 29 первых лиц. 28 натовские лидеры и, соответственно, российский президент. Причем акцент будет сделан именно на российских идеях, на российских предложениях, на нашем видении будущего европейского пространства. И, собственно говоря, для российского президента, который впервые будет принимать участие в такого рода мероприятиях, это очень сильная трибуна. Трибуна, я еще раз говорю, с акцентом именно на России. Не вообще участие в глобальной дискуссии о чем-то, что происходит, скажем, в Большой Двадцатке, в Восьмерке, в ООН. А здесь, мне кажется, что это для нас шанс. Шанс и для нас, и для Запада попытаться найти на политическом уровне, не на уровне чиновников, где все тонет, а на политическом уровне найти совпадающие интересы России и Запада. И попытаться не только об этом говорить, но попытаться что-то сделать вместе для отражения этих новых угроз. И к России сейчас, наверное, действительно будут больше прислушиваться, в связи с тем, что мы в течение этих восьми минут сейчас с вами обсуждали. Какие идеи сейчас планирует Россия предоставить Евросоюз, предоставить НАТО? В узком смысле мы, конечно, хотели бы добиться какой-то пользы для нашей страны, ну и для наших партнеров, вот Совета России и НАТО, который существует уже не первый год. И чем дальше мы понимаем, что эта польза взаимная? Ну, конечно. Вот мы сейчас в течение последнего года работали над обзором общих угроз. Мы пришли к тому, что существуют угрозы совпадающие, совпадающие, то есть направленные против России, против стран Запада, не совпадающие, какие-то отдельные, национальные. Но если по таким угрозам, как международный терроризм, борьба с морским разбоем, поставки в огромных масштабах героина других наркотических культур в Россию, нелегальные миграции, организованная преступность и многое другое. Если по этим вопросам наши интересы совпадают, то вполне вероятно, саммит в Лиссабоне мог бы сделать шаг к тому, чтобы не только это обсуждать, это понимать, но вместе блокировать эти угрозы. Да, действительно, это будет очень интересное международное событие. Дмитрий Олегович, спасибо, что ответили на наши вопросы. А я напомню, у нас в студии был постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин.